окей ребята привет я дима сегодня у нас в рубрике пробежимся игрушка the writer change of identity в общем будем играть писателем и на самом деле такая знаете экспериментальная хоррор игрушка русская от русских авторов если хотите узнать о ней подробности то переходите по ссылочке в описании там ссылка на steam посмотрите почитайте увидите сейчас я покажу он чистый геймплей здесь две главы доступны из четырех люди которые прислали мне эту игру говорили что концепция игры и и сюжет разрабатывали с течением двух лет аж посмотрим насколько она им удалось и на самом деле поиграл уже немножко минут 10 играл они мне написали что 15 минут игра проходится то есть вот эти две главы 3 2 2 3 точнее но я чё-то 10 минут вторую пытался пройти и нихера у меня не получалось потому что я видимо туповат на это дело короче в чем смысл смысл в том что собрать из текста пазл который в нужном порядке который продолжит сюжет в принципе именно для графонистых ребят которым графон экшен и так далее здесь ничего нет поэтому можете выключать там дизлайкать что-нибудь делать уходить остальным советую присесть поудобнее включить мозг потому что игра вот именно это я еще до конца не понял про что тут идет речь собственно потому что у меня ну так скажем пресс-версия две главы середины да нет начала нет конца и так глава 2 последняя симфония я вам уже сказал что это пазл в котором мы должны хоррор пазл который мы хотя хоррора тут нет особо но так называется хоррор экспериментальный хоррор да 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 добрый вечер бла-бла-бла концепция экспериментальную текстовую игру с глубоким необычным сюжетом игра необычно и внешним видом подачи истории смены истории а это я в описании читал что хоррор в описании в стиме да не в письме ребят короче говоря сейчас я начну играть и вы поймете о чем я прям слетом все уселись настроились мозг включен у меня нет начинаем глава вторая последняя симфония река крови трубы куски плоти внутренние органы все смешалось в одну текущую массу женщина подхвачена потоком реки она захлебывается но не пытается выплыть поняли да чем я говорил если я нарушу порядок неправильно как-то сделаю все скинется и прогресс утеряется будто смирилась со своей участью она последняя вокруг пустота свет больше не горит в одиноких окнах перед смертью женщина видит образ маленькая девочка она стоит на сцене концертного зала с каждой новой секунды зал становится все больше 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 зал начинают заполнять зрители торопливо занимая свои места девочка играет на фортепиано и и пальцы виртуозно скользят по клавишам создавая изумительную мелодию с каждой новой музыкальной партии девочка взрослеет и пропорционально этом увеличивается количество зрителей пока они не заполняют собой все пространство зала зрители с восхищением слушают девушка уже потому что она взрослеет с каждой партии была девочка сейчас девушка девушка играет как никогда прежде зрители рукоплещут виртуозной пианистки и таланту женщина не прекращает игру в мгновение зал опустел и превратился в маленькую комнату казалось даже фортепиано еле помещается в нее женщина продолжает играть в комнате становится темно появляется слушатель он наблюдает за игрой чем пристальнее он смотрит тем хуже она играет казалось он впитывает в себя талант пианистки отчетливо слышен звук огромных капель разбивающихся об асфальт он идет с улицы фортепиано исчезает и вместе с ним исчезает таинственный слушатель женщина перебирает пальцами по воздуху будто продолжая играть постепенно пальцы перестают двигаться она подходит к окну тело словно под указкой что дирижер открывает окна тысячи безмолвных тел тысячи безмолвных тел словно под указкой дирижеры открывают окна создают свою последнюю симфонию будто кто-то выкидывает ненужный хлам прямо из окна прочь остатки их сущности тела разбиваяся землю превращаясь еще и так тела разбиваяся землю превращаются в реку крови уносящую прочь остатки их сущности кровавая гладь реки последний образ видимый утопающий мысли прорывается сквозь последний анголосок мысли прорывается сквозь кровавую гладь ведь я здесь уже не знаю че делать уже здесь гадаю если ошибусь все заново порыв ветра закрывает распахнутое окно оставляю комнату в одиночестве мир затихает такая вот у нас вторая глава такая вот у нас игра но в общем несмотря на то что я сейчас с первого раза главу 2 прошел знаете до этого я 10 минут старался и то с девочками путался то еще что то в общем мозг не не залип на эту тему но сейчас вроде нормально пошло глава 3 записка погнали я убил их убил 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 какое приятное слово как звучит какой смысл убил убил и съел хотя первое скорее появляется следствие я просто их съел но это слово мне не очень нравится а вот есть их было приятным занятием и очень вкусным я люблю поесть ты не веришь мне а где тогда они всегда находились рядом и вдруг исчезли и откуда тогда взялась пустота да я ее тоже чувствую я чувствую все и знаю все откуда ты же знаешь меня так же как я знаю знаешь все обо мне так же сука я думал знаешь все обо мне textile едешь начиная убил их licensed убил их убил 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 их успех в hufve x авиалы убил их на смай любilский моей любовью еще спешить, начинается пипец какой-то, в том плане, что я прям лечу вперед и все назад и назад, назад. По крайней мере, теперь вы видите, как здесь можно ошибиться. Хорошо. Я люблю поесть. Ты не веришь мне. А где тогда они всегда находились? Они... Подожди, а где тогда они? А где тогда? Они всегда находились рядом и вдруг исчезли. Знаков времени не хватает, конечно. И откуда тогда взялась пустота? Да, я тоже чувствую. Я чувствую все и знаю все. Откуда? Ты же знаешь меня? Так же, как я знаю все о тебе, ты знаешь все обо мне. Да, вот так вот правильно. А я думал, знаешь все обо мне так же, как я знаю все о тебе, и вот ты не прочитал. Так же, как я знаю все о тебе, и ты знаешь все обо мне. А ты думал, откуда в тебе чужое? Точнее, мое. А точнее, я. Я живу в тебе, поселился совсем недавно. Но мы уже как старые друзья. Я бы даже сказал, братья, сиамские близнецы. К сожалению, наше воссоединение ненадолго. Ведь тебе больше нечего мне предложить. Я уже забрал все, что у тебя было. И тебя уже как бы не существует. Ну, почти. Только мои мысли. И заново как бы начинаешь, понимаешь, да? Понимаешь, что там осталось-то две минуточки для того, чтобы завершить. А ты все, заново начинаешь, чтобы текст этот заново... Я, если честно, думал, что когда смотрел на игру первый раз, думал, что нужно не собирать вот так вот, да? Пазл. Думал, что нужно выбирать из предложенных вариантов, какое продолжение будет у текста. То есть, создавать свой роман. Но нет, оказалось неправда. Неправильно я думал. Но несмотря на то, что вот сейчас есть челлендж, мне кажется, именно тот вариант, который я сказал, именно с выбором продолжения. То есть, предложили тебе я, ты, он, она. Ты вставляешь, чтобы было продолжение какое-то логичное. И чтобы от этого что-то зависело, что-то влияло, чтобы ты на это влиял, на развитие сюжета. Это было бы интереснее, несмотря на то, что там не было бы челленджа. Хотя и туда можно было челлендж впихнуть. Такой еще странный текст, очень сложный. Вот это вот, допустим. А где тогда они всегда находились? Рядом, и вдруг исчезли. Хотя нет, легкий текст. Это я просто неправильно читал. И откуда тогда взялась пустота? Да, я тоже ее чувствую. Я чувствую все. И знаю все. Откуда? Ты же знаешь меня. Так же, как я знаю все о тебе. Ты знаешь все обо мне. А ты думал, откуда в тебе чужое? Точнее, мое. А точнее, я. Я живу в тебе. Поселился совсем недавно. Но мы уже как старые друзья, я бы даже сказал, братья, сиамские близнецы. К сожалению, наше воссоединение ненадолго. Ведь тебе больше нечего мне предложить. Я уже забрал все, что у тебя было, и тебя уже как бы не существует. Ну, почти. Именно поэтому здесь только мои мысли. Пока в тебе еще теплятся остатки собственного... Остатки собственного, я пока в тебе еще теплятся, да. Пока в тебе еще теплятся остатки собственного, я могу потешить их и дать собрать тебе все в подробностях. Будешь хоть иметь представление о своем конце. Начнем наше кулинарное шоу. Раз пончик был самый любимый, он будет первым ингредиентом. Нарисуем круг. Кружочек. Получается. Сыночек. Получается, сыночек. Из них... Так, долго же ты решал, кто из них пончик по вкусу? Вот ты, сука. Че я делаю? Разве ты не пробовал? Разве не облизывал его сладкое тельце, посыпанное пудрой? Проглотил... Его... Такой маленький. Его я просто проглотил, не разжевывая. Ведь он такой маленький. До сих пор чувствую, как он толкается в моем животе. Перевари информацию, я подожду. Ингредиент второй. Жир и сахарную пудру и столочь. Что получается в итоге? Дочь. Да, сладкое-пресладкое мороженое. Обожаю. Самое то для фаршировки пончика. И смаковал. Медленно откусывая по маленькому кусочку. Слизывая все, что стекало из-под белой глазури. Это было похоже на то, как птица кормит своего птенца. Медленно разжевывая и срыгивая прямо в рот малышу. С той лишь разницей, что малыш внутри птицы. Ха-ха-ха. А малыш внутри птицы... Как ты думаешь? Он, перевариваясь в моем желудке, себя чувствовал... Как ты думаешь, он себя чувствовал... Как ты думаешь, он себя чувствовал, медленно перевариваясь в моем желудке? Одновременно поглощая по кусочкам свою сестру. Думаю, ему понравилось. Вот так получился отменный пончик, фаршированный мороженкой. Я назвал его мечта. Уже, небось, записал рецепт? Кстати, мороженка была многовато, поэтому, чтобы пончик не лопнул, пришлось выкинуть остатки. Если найдешь, можешь доесть. 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 О, после такого замечательного, мы промрачительного десерта, основное блюдо... Поцелуй обернется принцессой она. Кто же это? Ответьте скорее, жена. Сначала я хотел нафаршировать ее пончиком и мороженкой. Ну, ты понимаешь, да? Чтобы, как бы, вернуть все в первозданный вид. Но решил не смешивать вкусы. Какая больная, больная игра. Что за больной текст? Что я читаю вообще? Да, исполнил, как сладко разжигает мой аппетит. Понимаешь, о чем я говорю? Кстати, знаешь, почему ты до сих пор... Я отказываюсь дальше играть. Все. Почему ты до сих пор... Все. Все. Кстати, знаешь, почему ты до сих пор... Понимаешь, о чем я говорю? Вот так вот надо было. А я думал, понимаешь, о чем я говорю, к предыдущему тексту относится. И теперь все заново. Весь этот больной текст. Да ну, я его баню. Такая вот игра. Если вам интересно, название первой и четвертой главы, к сожалению, я не знаю. Ссылка в описании. Это что за вообще текст был? Это не хоррор, получается. Жутко становится, конечно, но чисто по-человечески жутко. И такие гадости читать, блядь. Пока, ребят.